Друзья, а у вас получается наслаждаться настоящим моментом? Вы кофе пьете без удовольствия, а я наслаждаюсь ветром, дождем, ну, конечно, наслаждаюсь морем, которое здесь мне каждый день дает вот этот запас прочности не только на один день, а на многие-многие годы. Так давайте-ка жить настоящим. Я бы добавил вот этим стоящим реальным миром. Видеть вот эту реальность во всей ее красе. Уметь разглядеть вот эту великую простоту естественного нашего сложного мира. Вот что значит учиться жить настоящим. Я выйду, сяду на скамеечку, смотрю на эти пальмы. Я воробьев увидел тут, а сначала по весне не видел. А вороны ходят, игрочи. И как это интересно. Вечером цикады, кузнечики кричат. Так вот этот наш внешний мир, это и это есть реальность, которая существует вне зависимости от нас. Конечно, мы нагадить можем в эту природу. Но кроме внешнего мира и этой реальности существует внешний мир человека, его социальная жизнь. Его взаимодействие с другими людьми. А без взаимодействия с другими людьми и смысл жизни не интересен. Если бы я жил один в пещере, или вот как эти отшельники живут, все равно к ним люди приходят. Все равно им нужно общаться. А другим людям нужно выстраивать карьеру, жизнь в обществе, а любовь куда денешь. Семья, дети, это же прекрасно, я уже и внуков имею, друзья. Вот это все и составляет внешний мир человека, природа, окружение от птичек, воробьев до детей, внуков и собственных удач и успехов. Ну вот выходит так, что нас, всех людей, окружают одни и те же предметы. Какие-то процессы, явления, да и события повторяются десятилетиями одни и те же, да тысячелетиями многие события повторяются. Но вот в каждой отдельной голове человека это все отражается по-разному. Парадокс заключается в том, что вот нас вроде окружает одно и то же, но каждый видит, слышит абсолютно разное. Понимаете, каждый имеет собственное представление об окружающей нас реальности. Мы можем спорить с друг другом, что такое хорошо, что такое плохо, мыть руки или не мыть руки. Помните, у Маяковска, наверное, чему-то верить, а про некоторые вещи просто знать. Да мы эмоции выражаем по-своему, а чувства, которые нас захватывают, вот все наше существо захватывает, настолько различны. Мы говорим, мы любим. Один так любит, другой так любит, а третий любит до трагических поворотов в жизни. И вот за всю нашу жизнь мы нарабатываем какие-то привычки, шаблоны, алгоритмы поведения, убеждения. Но часто мы забываем, что тот внутренний мир, который мы создаем, наша идентичность, часто не совпадает с реальностью. И вот в этот момент, когда сталкивается реальность и наше представление о реальности, когнитивная карта мира, происходит разрыв шаблона, такое стрессовое состояние. А ведь многие просто утверждают, что реальность – зеркало, отражающее наш внутренний мир и наши мысли. И вот отсюда они лепят дурь такую, типа подумай о хорошем, подумай про деньги, деньги появятся, но не бывает так. Вот это и есть трагическое заблуждение, что реальность – плод нашего воображения. Она живет в реальность своей многообразной и разнообразной жизнью. И, как говорится, нас не замечает, но у нее очень много вариантов. И каждый из нас, отражая вот эту объективную реальность, в согласии со своей когнитивной картой мира, он находит те тропинки пути к качественной, наполненной смыслом жизни. А у многих людей получается так, что они шарахаются в этом реальном мире по своим путанным картам мира. Но помните, жизнь не сказка и не полна чудес, а наполнена трудностями и преодолениями. И вот нужно уметь не бояться трудностей, а уметь преодолевать. Самое главное – преодолевать. Мы это научимся в наших школах. Записывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok